С 2020 года произошло множество важных изменений на законодательном уровне в социальной жизни россиян. Часть из них посвящена льготам, пособиям, пенсиям, которые уже изменились 1 января или ожидают своего повышения в течение года. Наиболее важные из них в нашем обзоре. Материнский капитал. Последний раз данные выплаты менялись 4 года назад. Тогда, в 2016 году, размер пособия на рождение второго и последующих детей был равен 453 тысячам. С января текущего года сумма увеличилась на 13 тысяч рублей и составила 466 тысяч. Деньги можно потратить, в том числе и на образование детей, улучшение жилищных условий, реабилитацию детей-инвалидов. МРОД. Минимальный размер оплаты труда вырос с 1 января на 850 рублей, теперь равен 12 130 рублям. Данное повышение отразится не только на зарплатах, но и оплате больничных. Отпуска по уходу за ребенком до полутора лет и отпуска по беременности и родам. Коснется это тех, кто зарабатывал ниже прожиточного минимума. Пособие на ребенка до трех лет. Выросло ежемесячное пособие на первого и второго ребенка до трех лет для семьи с доходом меньше двух прожиточных минимумов на человека. С января 2020 года в среднем по стране оно составит 11 тысяч рублей. Выплата на первого ребенка будет идти из федерального бюджета на второго из материнского капитала. Выплата при рождении ребенка. Данная мера индексируется ежегодно в соответствии с уровнем инфляции. По последним данным Центробанка прогнозируется, что в феврале этого года она будет равна примерно 18 тысячам рублей. Пенсия. В 2020 году выплаты проиндексируются на 6,6%. Однако повышение коснется только неработающих пенсионеров. По предварительным оценкам выплаты вырастут примерно на тысячу. Минимальная пенсия вырастет до прожиточного минимума пенсионера – это 9236 рублей. Пенсии по инвалидности проиндексируют в апреле.